Всем привет! Мы продолжаем ваш любимый сериал про то, как делать ремонт, заниматься дизайном у себя дома, у кого угодно дома. Я обычно в наших сериях задаю тупые вопросы, Станислав дает умные ответы. Пока наоборот не получалось ни разу, но вдруг когда-нибудь мне повезет. Если вы вдруг наткнулись на это видео и ничего раньше не смотрели, пожалуйста, посмотрите предыдущие, там буквально пару часов потратите вечер, пару вечеров, и все поймете, много чего узнаете. С пользой приведете. Да, безусловно. Станислав, слушай, я хочу потихоньку чуть ближе двигаться. Прям вот мы много поговорили вокруг, и даже не только про дизайн, а вообще там про инвестиции, про отношение к жизни, много всего интересного. Ну, представим, что у меня ремонт горит, и я хочу ближе к ремонту, ближе к финалу, к дизайну, к готовому интерьеру. Для начала вот чего, можешь примерно по времени оценить. Вот у нас, я пригласил дизайнера, он делает там какой-то предварительный этап со мной, потом делает планировку, визуализацию и готовит какие-то там чертежи. Это сколько по времени занимает все? Ну, вообще дизайн проект занимает два месяца. Два месяца времени нужно дизайнеру для того, чтобы полноценный проект подготовить. Это не включая обычно времени на согласование с заказчиком, потому что здесь начинается самое интересное. Кто-то быстро согласовывает, а кто-то каждое движение комода влево-вправо согласовывает со всей семьей, в том числе кошечкой и собачкой. Поэтому очень сильно растягивается от, наверное, самый минимум, это вот два месяца по-хорошему, с согласованием, если ты там условно два-три дня согласовываешь максимум каждый этап, ну, либо быстрее. А максимум он, ну, шесть месяцев, год может тянуться, сколько угодно. То есть это такая проблема. Слушай, а быстрее можно сделать там за две-три недели? Полноценный нет, потому что ты не сможешь нарисовать за две-три недели, ты будешь только визуализацию рисовать. Просто физически невозможно. У тебя одна неделя в любом случае уйдет на составление понимания того, что тебе нужно. Потому что тебе нужно не только это, ну, сесть и за два часа выдать. Тебе нужно, как мы говорили в техническом задании, самое важное, чтобы ничего не забыть. И ты будешь еще неделю, у тебя в голове будет это крутиться, ты будешь ходить вспоминать, ничего ли я не забыл. А, точно, я же на гитаре играю, мне нужно усилитель поставить, а я забыл. Или там гладить надо что-то, либо какой-нибудь тренажер, нужно розетку. Да, какие-то такие вещи, если их не предусмотреть, дизайнер никогда об этом не узнает, если ты сам об этом, ну, как бы не вспомнишь, не скажешь. Вот, поэтому постепенно ты будешь ходить где-то неделю и додумывать что-то. Вот, поэтому и так на каждом этапе. На планировке тоже у тебя вдруг по-другому, а может быть стеночки подвигать, а может быть там что-то еще, там мы не все продумали. У тебя получается так, что каждый этап, он требует мозговой твоей деятельности, поэтому я бы здесь не торопился. Это не ресторан, где тебе надо открыться, потому что у тебя деньги уже капают. В принципе, если ты делаешь для себя, не на сдачу, а для жизни для себя, то имеет смысл, ну, как бы делать основательно и в долгую, скажем так. Я понял. Хорошо, слушай, я удивлен, неужели прям опытный дизайнер хороший, у него нет прям списка всех-всех важных вещей, которые нужно не забыть. И он мне просто список дает, и посмотрите, нет? Есть, конечно. Это на техническом задании, да, есть анкета, у нас там 300 вопросов есть, если бы мы с тобой работали, я бы тебя помучил часа два. Ну, как помучил, я бы тебе просто рассказал, какие возможности еще есть. Там знаешь, вплоть до того, что не нужно ли тебе там, допустим, мини-поле для гольфа, вот у нас был даже такой один раз заказ. То есть на чердаке непонятно было, чем заниматься. Настолько много помещений в доме, что неясно, чем там заниматься. Мы говорим, давай мы тебе мини-гольф сделаем, вот, либо там планетарную какую-то студию. Ну, то есть вот такие вещи. Эта комната будет для хранения бабла, и там просто деньги лежат на стеллаже. Почему бы нет? Я понял. Хорошо. Слушай, и вот получается, что прошло два месяца, у меня на руках есть альбом каких-то там чертежей, визуализации. Я дизайнеру пожал руку, сказал спасибо, заплатил денег. А сейчас мне нужно найти людей, которые по этим чертежам все сделают идеально. Ну, да. А где их искать? Как этот процесс поиска выглядит? Ну, это строительная бригада, да, для того, чтобы тебе найти дальше строительную бригаду, тебе потребуется, ну, точно так же провести некий анализ. В целом дизайнер тебе может посоветовать, если он, ну, не новичок, а уже с кем-то работал. Да, он тебе может сказать, что вот есть эти ребята, они умеют, там, со мной уже сработались, они так или иначе, ну, смогут сделать. Можно у него спросить, это самый такой верный вариант. Но иногда бывает так, что по каким-то условиям, либо эта бригада занята и не может приступить к работе, либо цены тебе не устраивает, либо просто, ну, не знаю, бригадир не понравился, не сошлись как-то, не договорились. И может возникнуть так, что ты не сможешь воспользоваться рекомендациями дизайнера. Либо подумаешь, что там у тебя свои какие-то есть. Вот, поэтому первое, да, дизайнера. Второе, может быть, свои там по знакомым поспрашивать. Третье, можешь в интернет пойти, также поискать. Ну, в принципе, такая же механика поиска, как и любого подрядчика, как и любого дизайнера. Я понял. А вот там на какую-нибудь Юду идти нужно, там можно? Ну, на Юду, на профи и на всяких других фрилансов тебе придут люди, которые умеют что-то делать. Вот нужно тебе паркет положить, тебе придет паркетчик. Но как только у тебя возникает более сложная организационная задача, к примеру, не только паркет положить, но и, допустим, провести там электрику. У тебя комплексные задачи идут. Вот он не справится, потому что он не электрик, тебе нужно будет второй. И как только ты возьмешь двух этих людей, они не соединятся, потому что у каждого из них будет своя задача. Первый будет паркет положить и уехать, а второй только электрику. А тебе нужно не это, тебе нужна комплексная услуга, тебе нужно соединить их. И вот это вот соединение, этим занимается прораб, как раз таки, который ты нанимаешь. Поэтому просто взять людей получится только в том случае, если ты сам становишься этим прорабом и объединяешь их. Это тема для экономии. Так же, как мы говорили, как и в дизайне интерьера, ты можешь разделить это все, отдельно взять планировку, отдельно 3D-шки, отдельно подбор. Но сам ты должен этим заниматься. Так же и здесь, ты тоже можешь существенно сэкономить, ну как существенно. 50% точно, если прям сам будешь заниматься. Но ты будешь заниматься закупками, логистикой, выбором, отвечать за каждого этого специалиста, ну и так далее. То есть тут каждый сам может выбрать. Поэтому первично, если говорить о том, что делать после того, как у тебя альбом есть, я бы сказал, что тебе нужно определиться, в каком статусе ты будешь. Будешь ли ты все делегировать, либо будешь ты делегировать какую-то часть, либо все возьмешь на себя и наймешь только строителей на работу. В экстремальной ситуации ты можешь сам даже паркет положить, если ты умеешь. Ну я, например, печь могу класть, в деревню приходилось. Ну вот, видишь. Слушай, а вот допустим, я могу, например, лучше разобраться в дизайне, придя на твой курс, либо почитав твою книжку энциклопедии дизайна. А вот, например, в прорабском деле мне как выйти? У меня на каждом этаже есть, вот я сейчас открыл и посмотрел. Оказывается, она у меня и здесь в столе есть. Поэтому да, вот всем рекомендую, если вы планируете, в этой книжке все, это Библия. Значит, дизайны и комплектации. Я не удивлен, что тебя на каждом этаже, в каждой из твоих множества комнат, не рекомендуют по книге. Как Библии, знаешь, в американских мотелях. Я понял. Слушай, а вот где можно понять, как можно быстро научиться, чтобы, допустим, стать самым себе прорабом? Ой, вот я не знаю этого, честно говоря. У меня такой задачи никогда не было. Но я думаю, что так же, как и у дизайнеров, есть какие-то ребята, которые рассказывают об этом. Скорее всего, в интернете надо поискать. Я просто не задавался такой целью, я не смотрел, не знаю. Но наверняка есть. Сейчас же тема, что все всему обучают. Соответственно, тебе нужно найти просто не харизматичного человека, а системного, ну, скорее всего. Ну, а лучше, чтобы и то, и другое было, конечно. Потому что системность, она здесь важнее. То есть у тебя должен быть именно полный комплекс и последовательность, и точки контроля. Потому что если все это есть, то на уровне разобраться ты сможешь истратить там две недели, детально посидев. А дальше ты уже, ну, собственно, будешь разбираться. Либо наймешь себе кого-то, кто будет за тебя разбираться, а ты будешь его контролировать. Это тоже выгодно. И правильно я понимаю, что когда ищем прораба, мы как дизайнера выбираем, говорим, покажи проект, расскажи, как бы ты тут что делал, и слушаем, что он говорит, верно? Абсолютно точно. И можем пригласить другого прораба, точно так же, как от директора, и спросить, он дело говорит или ахинею несет. То есть можно делегировать этот процесс, это вполне нормальная история. Я представляю, как два прораба подрались на таком собеседовании. Ты что говоришь вообще, ты позоришь меня? Слушай, а вот я возьму вот этот альбом, все, что мне дизайнер сделал, покажу прорабу, скажу, вот хочу так, и все, да, и он может сам все организовать. Ну, кстати, мы забыли затронуть очень важную вещь. До того, как ты будешь выбирать кого-то, ты же можешь отослать в разные организации. У тебя есть альбом, это твое. Для чего он делается? В том числе, чтобы смету получить точную. Чтобы получить точную смету, ты отправляешь этот альбом, показываешь своему дяде Пете, знакомому, кто говорит, я там всю жизнь делаю, отправляешь какую-нибудь компанию в Инстаграм находишь и отправляешь какую-нибудь супер межгалактическую корпорацию, которая Москва-Сити делает, например. Вот в разные компании. Каждый тебе даст некую свою смету. Эта смета – это предмет обсуждения. То есть после того, как они ознакомились с объектом и посмотрели, дали свое коммерческое предложение, ты их приглашаешь на встречу и говоришь, что тебе важнее. У тебя будут три разных цены и три разные надежности у тебя будут. То есть дядя Петя может запить и ничего не сделать, зато он обещает за три копейки. Межгалактическая компания, она очень дорого берет, но на них можно в суд подать и что-то там потом забрать. Инстаграм компания, ну непонятно, будет, не будет, там надо смотреть на авторитетность личности руководителя. Вот, и вот этот вот ты выбрал уже изначально, и этим тоже может заниматься дизайнер. То есть ты можешь попросить дизайнера провести такой анализ, если он умеет это делать, и если он прочитал книгу, энциклопедию и умеет делать комплектацию. Эта часть уже комплектации, выбор. То есть это вот об этом как раз наша эта книга, да. Еще раз покажу. Потому что то, что мы сейчас обсуждаем, оно стратегически написано тут, как надо делать. Но ты можешь сам почитать книгу. Здесь написано, открываешь глава, как выбрать подречь, как выбрать поставщика, и сам действовать по алгоритму. Дизайнер за это возьмет 10%. 10% от чего? От общей стратегии с ремонтом? Если он будет сам всем заниматься, ну допустим, нужно тебе выбрать, ну строители не знают, там надо посмотреть, он может просто за консультацию, потому что объем работы очень большой. Если ты закупаешь, например, тебе нужно купить паркет, либо стол, вот этот стол, хочу вот такой стол, либо вот эту вот аппаратуру, технику. За исследование, за понимание, за выставление смета, за контроль смета, за то, чтобы сделать анализ и выбрать тебе самого надежного поставщика, ну опять же, ненадежного, с точки зрения, он тебе анализ делает, а надежно выбираешь ты, потому что ты принимаешь решение. Вот за это все дизайнер возьмет от 5 до 15%, в среднем 10%. Ну я же могу эту работу, в принципе, несложную, делегировать там условному помощнику, это же дешевле будет. Да, но это такой миф, это заблуждение, ну то есть он сделает дешевле, но он не соблюдет детали тендера, ну скажем так, да, и тем самым ты потом поплатишься тем, что, допустим, одни, знаешь, как у тебя будет в жизни? У тебя, когда ты отправишь проект, допустим, дяди Петя, дяди Петя вот так и посмотрит, скажет, да нормально, делали такое, и даст тебе просто цену на круг какую-то, просто у него в голове. Как он думает, он как мыслит, он думает, ну ладно, мы начнем, впишемся, а в середине разберемся, ну не хватит денег, попрошу еще, ну что он здесь делает, он же не, значит, в суд же на меня подаст, или, ну а как, потом разберемся. Вот, в принципе, так ты получаешь самую низкую цену, как заказчик. Вот, значит, правильная смета, она учитывает все, в том числе и вывоз мусора, да, сколько там, если у тебя в смете не написано вывоз мусора, то кто его будет выносить? Непонятно, один контейнер там стоит 8 тысяч, например, да, в Москве, вот, 100 долларов, и, соответственно, тебе нужно их вывести там 10, вот ты уже попал на сколько там, на 800, а это никто не, ну, не учитывал. Вот, и так далее, это один из примеров, то есть у тебя смета вырастет в процессе в два раза, и то, что ты пугаешься в самом начале большой цифры, оно как бы по факту так и будет, просто кто-то тебе об этом скажет, а кто-то нет. Дизайнер все это знает, а там твоя помощница, секретарша, либо ты сам, ты этого не знаешь, ты смотришь, ты три цифры и не понимаешь, как бы все ли там учтено или не все. Слушай, а вот дизайнер берет свои, там, допустим, 15% от стоимости, он какую-нибудь ответственность несет за эти деньги передо мной? Ну, 15% это много, 15% это индивидуальная позиция, когда ты покупаешь, например, кухню, тебе нужно ее там не в Икеа собрать, а где-нибудь, ну, и на производство, там очень много тонкостей и моментов, которые, ну, индивидуально, ты как будто машину на заказ делаешь, вот, как бы это новый дизайн, которого не было, штучный дизайн, вот там очень много работы дизайнера с технологом производства, это достаточно такая серьезная, геморройная работа, вот за нее 15% нормально получать. Если ты в строителе выбираешь, ну, там, условно, можно 5 взять, потому что, ну, да, ты провел анализ, тендер и все остальное, и сумма контракта у тебя высокая, ну, у них там высокая, например, 10 миллионов, значит, 500, сколько это получается, 5% это 500 тысяч, что-то это очень много даже, можно дешевле договориться. Ну, давай возьмем, допустим, паркет купить, вот паркет мы покупаем, допустим, за 500 тысяч, а вот 10% это 50 тысяч, ну, в принципе. С одной стороны, как бы, вроде как много, а с другой стороны, дизайнер что делает? Он выбирает, значит, компанию, во-первых, где ты будешь покупать, он выбирает, что 500 это самое выгодно, он торгуется за эти 500, то есть, изначально было, например, 600 или 700, он тебе, как бы, собьет эту стоимость, например, с 600 до 500, уже окупился. Далее, он съездит на производство, он посмотрит, не мошенники ли это, есть ли склад, есть ли в наличии, есть ли у тебя сучки или нет, значит, какого качества, померить влагомером, значит, договориться с счет, привезет себе на объект вовремя, проконтролирует разгрузку, чтобы там поставили все, куда надо, в общем, чтобы было упаковано все, посчитает поштучно и передаст прорабу на производство, вот, там всего 23 пункта. Вот это все, это стоит 50 тысяч, ну, как бы, если ты это все смотришь, а кто это будет делать? Нет никого, кто это делает, прораб сам не будет это делать. Слушай, а погоди, а дизайнеру, это же не его работа, его работа дизайном заниматься. Это комплектация, все верно, это как бы дополнительная уже услуга, после того, как он сдал проект дизайнерский, он может заниматься комплектацией. Многие дизайнеры совершают ошибку и думают, что на авторском надзоре они все это дело должны сделать. Нет, не должны, это отдельная история, потому что, чтобы делать ее качественно, а это надо делать качественно, это занимает время, ну, много, и работа на самом деле два человека, сам комплектатор и помощник комплектатора, снабженец, который детали проверяет, привозит туда-сюда. Это серьезная работа достаточно, из-за нее как бы надо платить. Я понял. Ну, получается, что как бы такой двуликий дизайнер, с одной стороны он там в 3D Max умеет дизайны делать, а с другой он толщиномер умеет работать, ну, это прям уникальные люди, нет? Ну, он не обязательно умеет сам работать, он может технолога, ну, то есть я когда езжу выбирать, я этот не толщиномер, а влагомер, я его в руках не держал, мне это не надо, но я договорился с прорабом, который умеет это делать, и он приехал со мной вместе на производство и принял, собственно, эту доску. И, ну, он сам сказал, да, нормально, мне все подходит, я гарантирую, что она не вспучится. Все, он взял ответственность на себя, я это все устраиваю, не заказчик. А иначе как ответственность перекладывания у тебя идет всегда. Вот хороший вопрос, кстати. Вот смотри, получается, что есть я как клиент, и передо мной какие-то люди, прораб, комплектатор, помощник комплектатора, а кто за все отвечает в итоге? У меня, допустим, паркет спучился, я к кому из них из трех пойду в итоге? Жаловаться. Как договоришься, смотри, есть понятие, смотри, если ты нанимаешь ген подряд, это самая максимальная тема, ты берешь какого-то одного парня, девушку, неважно, он говорит, я тебе все сделаю, ресторан так делает, я сделаю все как надо, в срок у тебя будет, вообще не парься, деньги давай, я тебе все сделаю. Это ген подряд. За такой ген подряд, как правило, плюс 30% тебе сразу к смете, но ты можешь вообще не париться. Ну, он туда закладывает все свои всякие расходы, да, непредвиденные, ну, ты вообще просто даже подходить не будешь, он тебе все сделает вовремя, в срок. Есть такие люди, им деньги за это платят, и все сэкономленное, допустим, есть у тебя на ресторан 2 миллиона долларов, например, ты его запускаешь, и все, что, значит, сэкономил, ты себе оставил, но качество у тебя должно быть нормальное. Вот такие люди прям, ну, я с ними общался, нормально, прикольная работа, но она такая адская, как проектная, да, такая. Дизайнерская работа для частного клиента, она другая немножко. Она как бы больше у тебя спокойная, ты больше как консультант выступаешь. Ты не говоришь, как надо или никак не надо, ты ни за что не отвечаешь. Ты говоришь клиенту, смотри, ты можешь выбрать там дядю Петю, риски высоки, сам принимаешь на себя. Можешь выбрать компанию там какую-то, да, она дороже, но скорее всего ты с ними посудиться сможешь, если что-то вспучится. А может не вспучиться, непонятно, это как страховка. И дизайнер дает анализ, работа дизайнера на стадии комплектации, давать анализ того, что происходит, и тебе давать взвешенную экспертную связь и оценку происходящего. А ты уже принимаешь, работа заказчика принимать решение в данном вопросе. Поэтому ответственность несешь ты за свое решение, а не дизайнер, естественно. Дизайнер не решал, ты сам выбрал тут покупать. Ну вот вы сплели вокруг меня бедного заказчика какую-то паутину, и в нее попадаешь как муха, и кто твой паук, ты не знаешь даже. Вот слушайте, а никто ни за что ответственности не несет, удобно. Ну а так, подожди, а так тебе наобещают три короба, и все равно никто не несет? У тебя дядя Петя вот этот, который тебе наобещает в три раза дешевле, он тебе наобещает все что угодно. Вообще все что хочет. Ну я ему доплачивать за обещание не буду, как дизайнер. А что ты будешь делать? То есть по факту у тебя что будет? У тебя будут испорчены материалы, испорчены полбюджета, полбюджета будут пропиты, у тебя будут какие-то там что-то оштукатурены, и что ты будешь делать? То есть ты ему, да, ты скажешь, я доплачивать тебе не буду. Хорошо, но у тебя деньги сгорели, уже половина. Их нету, и не будет больше. Да, я понимаю, чем ты говоришь. Не доплачивай. Такой дядя Петя во время ремонта моей квартиры попал в тюрьму просто. Ну да, тебе это от этого как бы, он может попасть в тюрьму, с ним может случиться чего угодно, тебе от этого легче не будет. Поэтому как бы тебе, ну то есть я о чем это говорю, я же не пугаю и не настаиваю, ты можешь никого не нанимать, сам этим заниматься, но просто должен как бы понимать ответственность свою, да, за это. Ну хочешь сам вообще делать, тебя же никто не заставляет покупать. Слушай, а прораб не возьмет на себя вот эту ответственность, он не скажет, я буду всем заниматься? Может, да, может сказать, но во-первых, как он будет этим заниматься? Он допустим к дизайну не имеет никакого отношения, он скажет, да с сучками тебе доска подойдет, да что нормально с сучками, рустикальный стиль, а по дизайну, допустим, сучков не было, и он, ну это не сочетается там с выбранной мебелью, с классикой какой-нибудь, у тебя будет рустикальный пол, понимаешь, да, в дизайне, и какая-нибудь классическая или там, ну мебель, да, где-то это уместно, а где-то это неуместно абсолютно, и он этого не знает, он этого не видит, откуда он это, он не может знать, поэтому тебе нужно кто-то, кто в дизайне разбирается. Я понял. Окей, то есть получается у меня есть две точки входа, прораб, который руководит строителями, управляет всем на площадке, больше, дизайнер, который с точки зрения дизайна все это контролирует. Комплектатор, который, третий комплектатор, который с точки зрения закупок, ну где что покупать, у него же помощник, снабженец, который там всякий деталь, на тебя о нем можно не знать. Еще у тебя есть смежники, четвертый параметр. Смежники, это люди, которые приходят и всякие вентиляторы, тянут кондиционеры, ну то есть оборудование, умный в дом, то есть это технологи такие, которые у тебя внутряночку делают. А это разве не к прорабу, не прораб, их там управляетыми? Нет, он может управлять, это у тебя есть управление строительством, еще одна тема, то есть... Ну у меня. Да, прораб может взять на себя управление строительством, если он умеет, но как правило, прорабы это кто такие, ну в жизни, вот как бы кто, это просто как бы старший строитель, либо там мужик какой-нибудь, или там женщина, неважно, я тоже разных видел, которая управляет бригадой строителей. Да, она может увязывать То есть, она скажет, ты пригласил кондиционерщиков, я-то тут при чем? Это твои ребята, типа, ну, контролирую их сам, принимаю их работу. Почему я должен принимать работу у твоих кондиционерщиков? Типа, извините, иди, приезжай, сам принимай. Ты меня попроешь, слушай, прими, пожалуйста, я сейчас на работе не могу. Он говорит, ну, как бог, я приму и 10% тебя по-любому возьмет. Потому что тебе надо не просто принять, а ответственность нести. То есть, принять, говорит, ну, я посмотрел, нормально. А дальше, а если там не нормально, кто несет ответственность? Поэтому тебе выгоднее заплатить 10%, чтобы он принял до того состояние, чтобы он мог дальше с этим работать. Потому что потом, когда он положит штукатурку, например, на это, да, а там предыдущие ребята что-то проложили, он скажет, ну, это же они приложили, это не я виноват, что все отвалилось. Блин, слушай, я раньше подумал про раба иначе. Я думал, что раб такой как дворецкий, он прям вот как бы мой наместник на стройке, и вот на нем все замыкается. Казалось, что нифига так. Они так маскируются, но по факту ты должен понимать, никто не хочет за чужую работу отвечать. То есть, он тебе наговорит что угодно, ты просто должен внимательно, вот я же рассказываю, ты должен внимательно понимать, что такого не будет. Ну, сам посуди, вот тебя наняли, ну, вот ты копирайтер, давайте с такой темы, тебя наняли, ты отвечаешь за продажи, а я думал, что копирайтер должен написать текст, который продает, вот что я тебе скажу, понимаешь? Понимаю вашу волю. Слушай, так, я понял, короче, про раб. Про раб это, грубо говоря, такой старший строитель, у него универсальная бригада штукатуров. Да, давай еще продолжим тему с копирайтерами, это вот ты такой как бы вот довольный. Я только хотел слиться с этой темой. Нет, 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 ты такой скажешь, ну, типа, я не отвечаю, не хочешь, не заказывай. А есть же, ты наверняка знаешь, тысячи копирайтеров, ну, как бы голодных, они тебе наговорят все что угодно, 100% будет продавать, зуб даю. И ты, как клиент, ты же не понимаешь, что там Сергей нормальный, да, а кто-то ненормальный. Ты говоришь, конечно, вот тот обещает с три короба, а Сергей не дает ответственность. Наверное, Сергей не эксперт, закажу у того, кто отвечает за свое слово. Заказывает, и, естественно, какие-то там гарантии, извините, номер не отвечает. Блин, я понял, слушай, это хитро. А вот расскажи немножко, что-чего. У прораба есть своя бригада, это какие-то универсальные рабочие. Я почему-то думал, что на объект приходят просто, допустим, есть люди, которые занимаются паркетом, люди, которые занимаются, вот у тебя там на фоне искусственной какой-то кирпичи, настоящей, я не знаю, не понимаю. Кто-то светом, кто-то вентиляцией, не по очереди приходят друг за другом. Прораб вот открывает дверь, стоит над душой и говорит, лучше клади провод. И они уходят, следующие приходят. Это так работает? Здесь очень сильно зависит от того, как сам прораб хочет работать и привык. Есть как бы бригады, которые, есть всегда разнорабочие. То есть у тебя всегда нужно демонтажные какие-то работы делать, есть работы уже чистовые. У тебя сильно зависит от того, как организована компания, команда прораба. То есть если это компания, команда, которая делает на потоке, то есть более-менее системные ребята, значит у них там 3-5 объектов в работе всегда. И соответственно у него может быть один сантехник, который хороший, качественный, который уровня, допустим, 100-150 тысяч получает. Очень крутой специалист. И он приезжает в перчаточках, в белых халате, все делает и уезжает. Такое тоже бывает. Но почему это стоит дорого? Потому что эти люди уже, у них много заказов и у них конвейер из хороших заказов. И они сделали систему. То есть любая системность, она дает качество, но она стоит дорого. Скорее всего ты на такого не попадешь еще на стадии отбора. Потому что у тебя цена будет в полтора раза дороже стандартной средней цены. И ты выберешь, ну что, этот же не хуже? Этот нормальный тоже. У него как будет? У него тоже в принципе может быть нормально, но скорее всего у него заедет на объект, 3-5 человек, бригада. Из них там один сантехник, один там электрик. И они все разнорабочие. То есть они все одинаково умеют делать более-менее нормально. Они могут мешки потаскать и электрик покрутить. Это вот такие универсальные солдаты. Соответственно у тебя зависит от того, какую компанию ты выберешь, какая форма организации у них будет. В принципе и те, и те могут справиться. Тебе в эти детали лезть совсем не обязательно. То есть могут и те накосячить, и те накосячить, и те справятся, и те справятся. Но форма организации бывает разная. Я понял. Хорошо, интересно. Слушай, а если случаются на объекте какие-то проблемы? Ну там типа паркет не успели привезти, а пришли маляры уже красить стены, что вроде как нельзя делать. Или какая-нибудь накладка случилась. Кто это все разруливает? У тебя должен... Это все этим занимается управляющей стройкой. Кто этим занимается? Ну то есть это не обязательно человек, это кто-то. Это может быть дизайнер, если ты его нанял на управление. Это функция. Ты можешь сам этим заниматься, как клиент, как заказчик. Ты можешь поручить это прораву. Ну то есть кого назначить, что ты будет. Важно, чтобы у тебя был план графика работ какой-то, и ты понимал, что сегодня у тебя там одно, завтра другое. И они не смешиваются. Ты должен со всеми договориться, вовремя приехать, проследить, что они там приехали и так далее, с инструментами, с запчастями, с материалами, с лаком под этот паркет и так далее. Ну покажи дрель. Что ты без дрели? Я думал, начальник, ты и выдашь. Наверное, так это выглядит. Ну все, едет на рынок ближайший покупать. Да, нормально. Я понял. Слушай, а вот смотри, мне, допустим, у меня есть альбом, который мне дизайнер подготовил с визуализациями, с чертежами, со всем. Я заслал его трем бригадирам. Один говорит, смета 10. Второй говорит, смета 15. Третий говорит, смета 20. Я сижу, думаю, думаю, Петровича не буду брать, скорее всего увеличится. За 20 мне дорого, нет, вот за 15 возьму. Вот у меня есть оценка в 15 миллионов рублей на ремонт. Но ведь я из этих денег еще должен какую-то часть дизайнеру, какую-то управляющую прорабу, управляющую стройку, комплектатору. Это свыше этого еще идет, да? Ну у тебя не с этих денег. Ты сейчас посчитал смету не за все, то есть ты немножко путаешь. Я тебе говорил, вообще это все включено, да? А прораб из них посчитает, допустим, 10 миллионов, не 20. Или там 5. Он может сказать, 5 миллионов это мое, а остальное… Это как бы работа, да? Да, это сама работа. Ну то есть у меня есть калькуляция, примерно если грубо, у тебя треть занимает работа, там треть занимает материалы, чистовые, треть черновые. Я сейчас неправильную пропорцию тебе дал, там другие пропорции. И зависит это от статуса объекта и от качества работы. То есть в эконом у тебя как бы на работу до половины может уйти, а в бизнесах как бы работа может быть меньше, у тебя материалы будут дороже стоить. Я понял. Слушай, на такой вопрос вот у меня есть, допустим, я понимаю, что ремонт мне примерно 15 миллионов рублей обойдется, мне прораб посчитал. Но ведь это же не финальная сумма. Я должен бы еще 10% дизайнеру, 10% комплектатору, еще управляющим устройкой какие-то. То есть бюджет вырастет? Еще раз тебе говорю, ты считаешь неправильно. Если тебе 15 миллионов назвал прораб, то ты ему плачешь 15 миллионов, к этим 15 у тебя скорее всего будет еще 15, это чистовые материалы, еще там 5 черновые скорее всего. Еще у тебя добавится, ну вот от чистовых 15 допустим еще, это 10% от этого, это полтора миллиона еще возьмет дизайнер. То есть итого у тебя не 15 будет в твоем расчете, а где-то 40 или 50. Слушай, а кто мне нормально посчитает, сколько мне денег нужно, чтобы получить квартиру, вот прям все под ключи? Это ты с самого начала с дизайнером определился, ты сказал, ну мне надо 15. Ну а дизайнер прям закладывает стоимость ремонта туда? Да, да. Но он не дает, как он не дает ответственность на себя, не берет. Он говорит, что я буду стремиться к этому, он тебе не подпишется под сметой. Но уровень Икея понятный, да, уровень Икея это 60-80 тысяч рублей за квадратный метр. Соответственно 100 метров у тебя будет 6-8 миллионов стоит квартира, полностью под ключ вообще туда все входит. Бизнес-класс это там 100, 120, 140, все что выше 200 это уже премиум. То есть ты изначально уже это знаешь, у тебя будет определенное качество материала, там стол, вот тут стоит вот это вот, это массив, да, допустим. Ты понимаешь, что как бы это денег стоит, это, значит, это кожа, это денег. То есть вся вот эта композиция, она... Я не знаю, что у тебя сейчас это в денег, это что? Нет, ну не важно, я к чему, не для того, чтобы там как у меня там стоит, а для того, чтобы ты понимал, что это уровень некий, как бы уровень подачи, ну того. А вот это вот дешевая, вот эти дешевые, вот это вот вообще копеечная штука, вот соответственно ее просто покупается прутья, пилится и делается такая конструкция. То есть дизайнер сочетает дорогое очень, да, с дешевым. Просто у меня вот такой вопрос просто. Мы вначале-то, когда с дизайнером начали работать, примерно прикидывались, допустим, на 20 миллионов рублей на стоимость его ремонта. Он мне взял свою часть, сделал мне альбом, все сделал, теперь начинается этап стройки, и у меня, допустим, осталось там, допустим, 18 миллионов рублей, там, я не знаю, 19 миллионов рублей на все остальное, на стройку, на материалы, на мебель. Почему 19? Ну, я, допустим, миллион дизайнеру отдал за работу. Ну, ты 20 заказывал, да, миллион, да, все, верно, 19 осталось, окей. 20 осталось. Я вот как бы ищу прораба, пытаюсь понять его смету, там, то, сё. Я просто боюсь, что я начну работать, а придет дизайнер, скажет, с тебя еще 2 миллиона за авторский надзор. А потом прораб скажет, с тебя еще миллион. Ну, то есть как бы бюджет начнет расти. Я тебе сразу скажу, если ты заказал, как бы, дизайн на 20 миллионов, ну, всего, то 2 миллиона сразу просто отдай дизайнеру и не парься. Один ты отдаешь за дизайн-проект, и один примерно за комплектацию, например, сопровождение, там, и все, авторский надзор, вот, примерно так. Договорись примерно. Здесь стоимость работы дизайнера на объекте, там, от 7 до 15%, ну, 10 в среднем. То есть в любом случае, от всего бюджета. Тогда он будет всем заниматься сам. Если ты сразу же на объем договоришься, то ему выгодно, он понимает, что ты ему плачешь там определенные деньги, но 2 миллиона на самом деле не так много, потому что делать твой объект год, вот подели год на 2 миллиона, у тебя будет там 150 тысяч в месяц. А он прям весь год только моим объектом будет заниматься? Ну, нет, он возьмет 2 или 3, но ему придется распределить. То есть он же, ну, если он будет сам заниматься, то максимум он может двумя заниматься нормально там целиком. Ну, ладно, тремя, если сам максимум, да, он запарится. Если он возьмет кого-то в команду, то все равно получается, он будет, ну, делегировать. То есть и того дизайнер хороший, который возьмет вот таких 3 проекта в работу, сам один там будет работать, то он заработает 450 тысяч в месяц. Ну, в принципе, нормально. Это хороший уровень нормального дизайнера, да, клево. Я понял. Хорошо. А если он начнет делегировать, у него тут же будет падать этот самый доход. Но времени у него останется больше. То есть у него останется время на семью и сон. Я понял. Слушай, так стало гораздо понятнее. Я понял. Хорошо. А вот такой вопрос. У меня в том, что мне выдал дизайнер в конце своей работы, там у меня есть визуализация, чертежи какие-то, еще что-то. Вот управляющему стройкой либо прорабу этого достаточно будет? Он умеет это читать, что там написано? Да, да. Дизайнер должен сделать так, чтобы было все понятно. Если он сделал, что что-то непонятно, то надо гнать его в шею и требовать там деньги либо доработку. У тебя должен быть уровень определенный того, что ты заказываешь. У тебя должен быть понятно, где розетки, где выключатели, где как что вести. Вот, ну, до какого-то там предела. Узлы, естественно, прописывать, прочерчивать не нужно. У меня есть статья, что входит в работу дизайнера, что не входит. Давай я под этим видео дам ссылочку. Очень там 15 элементов, что не входит в работу дизайнера. Вот. А что входит, а, соответственно, это остальное. Я понял. Слушай, а не бывает вот в дизайне, в стройке, знаешь, как называется, когда вот виски выдерживают в бочках, оно постепенно испаряется сквозь поры дерева. Вот, это называется ангельская доля. Ну, как бы уменьшается там 15-20 процентов, и все понимают, что с этим ничего не поделаешь. У меня есть ощущение такой от стройки. Я сам участвовал, у меня строил квартиру. Ну, конечно, не в несопоставимых там бюджетах, но все же. И постоянно деньги утекают. Ну, правда. Ну, вот нужно закладывать процентов 15-20, и все равно текут. Это правда так? Да, 15 по-любому у тебя будет больше, чем ты планировал. Но это непредвиденные расходы там. Ну, они все равно возникнут. Потому что у тебя очень сложный объект, у тебя погрешность все равно есть. Просто погрешность. Ты не можешь просчитать все. То есть, ты все просчитал, и еще заложи пятнашечку. Я понял. Тогда ничего с этим не сделаешь. Слушай, такой вопрос может быть для наших некоторых слушателей грустный. Ну, вдруг вот начали делать ремонт, и баблишко кончилось, к примеру. Ну, не знаю, треть осталась, не дотягиваем. Что тогда, как правильно поступить? Зависит от задачи. Ну, ты можешь либо упростить все очень сильно и быстрее заехать. Ну, просто купить там самое дешевое. С надеждой потом выкинуть, заменить через какое-то время. Два года, три года. Либо поднапрячься занять денег в банке, например. И взять там кредит, ипотеку. Ну, то есть, второй вариант. Третий вариант – это продать вообще не знаю. Ну, в зависимости от задачи ты уже решаешь, что тебе нужно. Казалось в таких ситуациях, что делают элитный ремонт, а раз бабки кончаются? Ну, часто это вообще стандартная история, я думаю, у многих дизайнеров. То есть, люди как бы начинают делать и потом не рассчитывают. Все оказалось, как ты говоришь, не на 15%, а в два раза дороже. У нас даже был случай, когда вот кризис был. Значит, мы сделали дизайн, все нормально, а потом стали строить люди, и евро возросло. И они такие даже потом, типа, с претензией. О, а что это вы тут там сделали, а тут все в два раза дороже? Ну, типа, вы виноваты. Ну, я говорю, ну, хорошо. Ну, попытались, я такой, хорошо. Евро, в общем, поменялся, а мы виноваты. Ну, окей. Я понял. Блин, понятно. Слушай, а вот дизайнеру в такой, ну, заканчивает неприятную ситуацию. Можно прийти, слушай, типа, там, Петя, у меня кончаются бабки. Давай оставшийся второй, третий этаж упростим максимально. И перенастроим сейчас стройку, чтобы там просто штукатурить, закрыть просто белое помещение. Абсолютно нормальная история. Да, так можно. Но за это заплатить надо будет этот новый дизайн. Блин, ну, ладно. Может, ну, хорошо. Да давайте все переделаем. Давайте, не вопрос. Оплачивайте в кассу тут. Ну, это нормально, да. Ну, то есть ты просто, если у тебя там на достройку надо там 2 миллиона, то тебе выгоднее там 50 тысяч доплатить дизайнеру, чтобы он тебе быстро переделал без визуализации, без всего там чертежи переделал. И ты сделаешь там не за 2 миллиона, а за 500 тысяч, например. То есть ты сэкономил, ну, потратил 550, сэкономил там сколько-то, а потом переделаешь. Так можно, да. Слушай, вот уже пара последних вопросов осталось. Вот как ты думаешь с точки зрения, ну, как бы ты поступил? Медленно тянуть, допустим, 2-3 года дорогой ремонт с качественными материалами, постепенно делать этаж за этажом, либо быстренько сделать, заселиться и жить? Ну, такой вопрос интересный. Я для себя, я однозначно, тут надо понимать, ты для себя делаешь как бы надолго или просто, чтобы где-то жить? Это разные, ну, как бы темы. Для себя я однозначно решил, я делаю долго, даже не 2 года, наверное, сколько уже, 5-6-7 лет, ну, много делаем мы. И оно будет еще продолжаться осознанно, да, потому что, ну, потому что я буду жить в этом доме, в этом месте, мне здесь все очень нравится, я делаю так, чтобы меня ничего не бесило, ни одна, чтобы запчасть меня нигде не бесило. Вот, и плюс у меня там мой дом и офис, это полигон для испытаний, в том числе я показываю, что работает, что не работает, там клиентам, да, студентам, собственно, почему бы и нет? Я живу этим, поэтому меня не напрягает. Если вас напрягает там стройка, ремонт и все остальное, ну, прям вы беситесь и вот прям вот вообще никак, тогда, наверное, имеет смысл взять там кредит и доделать быстро. Ну, можно в банке взять денег, это же несложно, и потом отдать, нормально. Я понял. Я просто вырос в Череповце, это такой город металлургический на севере, там был кризис какой-то очередной, и появился так называемый кредит-такси в городе, когда бывшие начальники цеха на BMW X5 возят людей по городу, чтобы заработать хоть какие-то деньги на кредитных машинах, хоть как-то выжить. Я был однажды в гостях у такого человека, он строил большой дом за городом, там было три этажа, и первый этаж был жилой, он начал его строить, все было хорошо. Второй этаж, видимо, его там ударил кризис, там такие грязненькие, холодные помещения, а третий этажа просто нет, там кирпичные стены без крыши, открываешь дверь, там как-то такой чердак недоделанный, ну, здесь вот прям вот видно, такие слои как, знаешь, как в дереве, что здесь было... Здесь были деньги, а там кончились. Да, ну, что делать, ну, а как? Так нельзя делать, потому что у тебя третий этаж будет разрушаться, то есть ты должен как минимум законсервировать. Есть такое понятие, как консервация объекта. Если у тебя кончились деньги, тебе надо, ну, как бы еще сколько-то заплатить, все равно 100-200 тысяч, чтобы тебе заделали это все, чтобы она у тебя простояла там несколько лет в таком состоянии. Иначе у тебя влага попадает, начинает разрушаться конструкция, и все, потом просто подснос это все. Либо продать, то есть ты можешь, если у тебя совсем, ну, никак, ты можешь продать эту тему. Ну, если мы говорим, где взять деньги, ну, то есть лучше, короче, не унывать, а просто заработать денег, это гораздо легче, чем кажется. Ну, в принципе, если как бы ты человек сообразительный. И сейчас это, ну, просто сделать. То есть если бы ко мне обратились, ну, просто как бы многие, ну, как бы боятся вот этого, да, что типа вот у меня там нет денег, ну, многие не хотят зарабатывать, да, ну, просто не хотят каким-то причинам. Многие не верят в себя. То есть я бы с этим поработал, потому что, ну, на самом деле, даже если у тебя есть недвижка, да, и ты ее не можешь достроить, ты можешь из нее, ну, как минимум, сделать какую-нибудь гостиницу. Ну, то есть с кем-то запартнериться и либо продать как-то более выгодно под студию. Сделать, например, я тебе просто сейчас идеи накидываю, сделать фотостудию какую-нибудь, да, в лофте. Почему нет? Делаю сейчас это модно. Договорился с инстаграм-фотографами, видео снимать какие-нибудь уроки, конференции, да что угодно. Пусть оно в бетоне будет, ничего страшного. И все это ты это дело придумал, это же несложно. Это делается вот так вот, как бы, на мозговом штурме за час. А потом ты это все реализуешь и глядишь, у тебя и окупится это все. Я понял. Слушай, классная идея. На самом деле, опять ты бы свой бизнес, бизнес-идеи толкаешь. Я не могу просто смотреть, знаешь, когда человек говорит, вот у меня деньги кончились. Ну, ты же умный человек, у тебя есть там руки, ноги, голова, в конце концов. Даже если рук, ног нет, ничего страшного, голова-то есть. Ну, как бы, интернет есть, ну, кто тебе запрещает, как бы, читать, смотреть, знакомиться с людьми, которые знают? Ну, как бы, почему нет? Ну, вот у меня такая позиция, просто я не могу смотреть на то, что вот человек сидит и ноет. Я понял. Слушай, спасибо, у меня, наверное, сегодня нет вопросов. Хорошо поговорили про деньги, я прям, ну, я слегка сначала подзапутался, конечно, что кто за что отвечает. Мне казалось, что есть единая точка входа про раб, и он все под ключ, прям ни одной пылинки, чтобы не было, оказалось, что не так. Да, знаю, что сейчас будут писать, это всегда все ошибаются, и даже когда вот мы сейчас рассказали, все равно сейчас будут люди, по-любому, которые таки подумают, да нет, где я возьму столько людей, это у них, у богачей, вот это все. Хочу сказать очень важную одну вещь, что мы расписываем эти функции для чего? Чтобы понимать, что каждая работа, она имеет начало и конец, и кто-то ей должен заниматься, а самое главное, кто-то за нее должен отвечать. Я вот для этого это рассказывал. Может ли это делаться прораб? Да, может. Это может делать прораб. Полностью один. Можешь ли ты делать это сам? Да, можешь. Может делать этот дизайнер? Может. Просто вопрос, как, какого уровня, какого качества, по технологии, либо не по технологии, и отвечает или не отвечает. Если отвечает, то чем? И за это все несет ответственность, естественно, кто? Заказчик. Абсолютно точно, потому что, да? Прекрасно, наконец-то. Видишь, даже баранам можно научить курить, как говорится. Вот меня можно научить. Потом возьмешь мне младший партнер, и я буду то же самое пересказывать твоим клиентам. На этом, слушай, у меня и все. Мы скоро продолжим. Спасибо большое, что смотрите, делитесь с друзьями. Это лучшая благодарность. Не стесняйтесь попубликовать ссылку на видео. Мы будем помочь признательно. Мы продолжим. У нас еще есть важные и полезные темы. Увидимся. Будьте, держите в безопасности. Сергей, а ты расшарил своим друзьям? Что они тебе сказали? Я так и знал, что сейчас этот вопрос будет. Я пока не расшарил. Вот найду какую-нибудь серию, вот запишем, все. Найдут серию, которая мне больше всего нравится, и пошарим. Ладно, друзьям Сергея тоже привет. От себя передаю. Если какие-то вопросы, пишите. Помогу, чем смогу. Спасибо, друзья. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok